я очень люблю делать выставки за границей из постсоветской украины в лас-вегас вот ощущение такое чем ниже мы спускались к африке тем более дикие люди а в чем был вопрос я показал контраст за счет гиперреалистичности этой пчелы мира и национальная гвардия уже готовились стрелять это опять же только мое мнение и я в этом абсолютно убежден я уже антеля бит хрюч нужно развиваться безусловно нужно развиваться добрый день дорогие друзья у нас начинается новый цикл передач посвященных арту художественной деятельности и сегодня мы поговорим немножко об искусстве и мы в гостях у андрея набока как известно твой отец тоже художник да и ты выбрал путь по его стезе так сказать ну вряд ли у меня был выбор наверное в моем нежном возрасте где-то года 4 наверное мой отец наверное он дал мне понять что будет счастлив если если я выберу тоже это направление в жизни вот ну и соответственно я начал этому учиться к плюс ко всему это было начало 90-х 92-й год 93-й год и в то время мой отец работал дизайнером выставочного стиля вы выставок украинской техники и разных достижений начала независимой украины он работал там дизайнером фирменного стиля и знаков они ездили по всему миру с этими выставками и например в 92-м году мой отец был в лас-вегасе с этой выставкой и они летели туда на самолете мрия на этом самом огромном самолете в мире и они летели в 92-м году из постсоветской украины в лас-вегас но это просто как бы но это достаточно был убедительный аргумент чтобы выбрать эту профессию для меня то есть это и потом там арабские эмираты италия германия не знаю что там будет дальше с нашим миром но скажу честно что обычно действительно мне достаточно легко путешествовать ну наверное это не зависит от того что я художник просто тут нужно осознать то что держит тебя только ограничение которое находится у тебя в голове вот отсутствие или там присутствие большого или малого количества денег они не могут сдерживать от путешествий поэтому я ехал и я даже даже я делал картинки на улице и даже их продавал видел как как все остальные кто что-то делает на улице ставят шляпы это же ставил шляпу и в шляпу тоже зарабатывал деньги ну в общем было смешно интересно весело и я мог так достаточно долго ездить по странам даже если у меня уже закончились деньги абсолютно я их как-то доставал в путешествии ну и это все я считаю не без участия этой моей профессии художника в какой-то мере благодаря ей вот так а такой момент если бы ты допустим стал не художником а например юристом отец бы расстроился ну как как бы он отреагировал я думаю мой отец уже немножко расстроился что я не хочу быть мастером афорта экслибриса хотя я этим и занимаюсь мой отец занимается экслибрисом это мелкий афорт экслибрис это в переводе означает из книг то есть это книжный знак в традиционном понимании экслибрис это книжный знак который ставил который делался художником на изготовление владельца библиотеки который мог свою книгу потом идентифицировать у своего какого-нибудь друга нечестно у моих родителей в книгах тоже везде стоит экслибрис они так называли там написано фамилия чайная библиотека прекрасно ну это была эпоха дальше когда люди увлекались книгами так сказать не тикток а книги да обрати внимание да рэй бредбери вспомним его с 450 сколько-то там градусов по фаренгейту там пожарные приезжали на вызов если соседи обнаруживали у человека книги соседи приезжали на вызов с огнеметами они сжигали эти книги что мы видим сегодня это фантастика 60-х годов по моему или что то ну вот что мы видим сегодня сегодня книги часто можно встретить там допустим как строительный материал в каком-то кафе например вот этот инсталляция с двумя такими это то что я думаю ну как бы до подразумевается что это отпечаток золотых яиц но на самом деле это отпечатки просто двух шариков я занимаюсь изготовлением крафтовой бумаги и в данном случае это изготовление крафтового кубика такого крафтового квадратика более толстого размера как бы уже по пьемаше это бумажная масса которая внутри рамки была отлита мной и отпечатана в ней два этих мячика это крафтовая бумага моего производства ручной работы когда я выкладывал именно этот листочек на форму то он был неровным помялся а для чего ты ее делаешь я делаю из макулатуры и она именно вот в таком виде в каком она была с остатками газет я использую его для печати афортов это что вон пример серия называется выкуп не решетки прикольно вот такая ух ты такая штука все это прикольно на самом деле находки так сказать древнего человека это в будущем да когда круто прикольно концепция факты будущем которые мне выдали в маршрутке именно золотые ножницы были найдены это моя слепая печать изготовлена на металле долгим травле методом долгого отравления без краски и тиснение на это это форт двойной отпечаток двумя цветами прикольно кто из великих художников тебя вдохновил и повлиял на тебя вот на кого ты как бы оглядывал оглядывался когда начинал что-то делать ну я скажу так что этот вопрос многие люди задают вот но мне всегда очень сложно ответить потому что но это примерно так как спросить какой у меня любимый цвет как я могу выделить красный перед синий хорошая аналогия ну вот как бы ну ну чем мы как чем же вот этот вот серый сложниковый цвет вот допустим да какой-то который смотрится грязью вот он вырежу его он будет грязью смотреться мулявой серый но он только в отношениях с голубым будет звучать ну никто из них не хуже и не лучше а может по стилистике в отношениях они прекрасно точно так же если мы берем классику то и берем там импрессионизм и пост импрессионизм то как мы можем сказать кто лучше ван гог или кладман и ван гог это пост импрессионист который уникален как бы в своем выражении и он не он неповторим или конечно он сейчас повторим миллионы раз но это уже те же самые маленькие псевдо ван гоги вот кладман и совершенно по-другому писал он тоже писал более открытыми более свежими цветами два слова почему импрессионизм называется импрессионизмом потому что они первые вышли на улицу эти ребята до них все делали наброски какие-то пейзажи рисуночки и в мастерской уже вплоть до того что при свечах они делали вот эти вот свои темно-коричневые какие-то желтоватые зеленые средневековые эти картины эти разрожденческие вот импрессионисты вышли этим они были новаторы и название импрессионизм от оскорбления пошло почему ну да действительно так один из журналистов не помню его имени на выставке отверженных вот по-моему это так называлось на этой выставке импрессионистов он смотря на картину клода мане этюд такой небольшой он висит в париже вот посмотрел на него и выкрикнул импрессион как бы он пытался оскорбить как бы это всего лишь впечатление но прижим но она прижилось и это потрясающе айтюд я сам этот видел в оригинале это просто шедевр это три красочки там красный черный белый синий там и они так замешаны и вот на этих нескольких красочках написан такой крутой рассвет очень крутой идет вот поэтому я не могу выделить конечно они в свое время повлияли на мое творчество потому что я занимался импрессионизмом что было результатом как бы на его традиционного образования закончил я мастерскую традиционной станковой живописи мастерская лопухова соответственно я штудировал шарашил в школе шесть лет в академии шесть лет шарашил эти все пейзажи портреты ну вот ну а потом потом когда ты заканчиваешь академию ты блин думаешь ну вот я делаю пейзажи я делаю цветы портреты но их же делают миллионы других художников и кто-то делает лучше тебя кто-то всегда из лучше тебя и поэтому самое твое правильно самым твой правильный путь будет после академии а ты оказываешься как бы выброшенным в открытое море без всяких методов спасения ты должен сам плыть вот ну такое ощущение у многих студентов мы пока учишься это может бесконечно продолжаться степуха копает краски покупаю жить где есть все нормально рисую езжу рисую согласно все клево в дом и ты в космосе такой пошел переход продавал нет не прошел мы как бы и под ним тут начинаются те кто был похитрее те ходили по галереям уже во время обучения смотрели что это все херь собачья еще не хочу никого обидеть но как бы что хочется как бы в общем нужно искать свой язык безусловно и этим я и занимаюсь уже какое-то количество лет но для того чтобы находить этот язык ты должен смотреть много художников смотреть и позволяет слава богу интернет сегодня смотреть все что хочешь много читать смотреть думать конечно это все должно быть на чем-то основанное я считаю как бы если художника спрашивают что ты рисуешь и почему ты должен должен сказать почему ты не должен знать нравится как многие так говорю иду смотрю сделаю нет это не то сделаю это не то это опять же только мое мнение я в этом абсолютно убежден но как бы я не хочу никого обидеть или оскорбить сказать что это не так на самом деле я считаю что просто нужно обязательно мысли себя подкреплять то что ты делаешь ну как минимум на жизнь хватает вот эта деятельность или у тебя есть еще дополнительные подработки идет а ну у меня были дополнительные подработки и я ходил разные ну понятно что время от времени какие-то халтуры заказы бывают у всех то есть там кому-то подарок сделать кому-то нарисовать портрет кому-то еще что-то кому-то написать какой-то живопись большую маленькую любую что-то на сайте каком-то продастся понятно такое бывает время от времени с какой-то там постоянностью если ты что-то делаешь для этого вот но для того чтобы оплачивать допустим счета в такие как коммуналки и все такое аренды коммуналки то я им преподаю преподаю я детям в основном вот имел я плохие опыты с преподаванием в официальных учреждениях вот которые про обращают тебя как как я мягко говоря там ты должен много писать всякой хрени в журналах потом на тебя до и потом будут еще там ты должен пишешь какую-то херню потом дойдет и дать потом ты да потом ты программы какие-то дурацкие потом ты идешь на на пары рассказываешь какие-то студики над тобой еще будут подсмеиваться обязательно такое найдется кто-то будет еще покуривать там кто-то пиво пить ну потом ты должен идти что-то скандалить в двух словах это разрушает суть художника ну может быть но у меня было три опыта преподавания в официальных учреждениях три опыта закончились какашками на это очень плохо ну как понимаешь и статистика я понял я понял что надо на себя и так классно как бы нормально люди ходят мне мамы учеников пишут какой вы прекрасный как мы вас любим это же вообще ну это шикарно вот и я при этом нахожусь в мастерской своей никуда не иду они ко мне приходят деньги заносят уходит класс вот это вот я люблю ну опять же я не знаю как пойдет мир дальше куда он пойдет мы все сейчас ничего не знаем конечно моя мечта всегда была путешествовать зарабатывать деньги в путешествии и и путешествовать за счет зарабатывания денег эти так скажу куда мир не пошел чтобы не происходило всегда оставайся верной своей мечте я тоже и все будет нормально если ты не будешь изменять своим вот этим хотя бы ценностям которые у тебя сформировались это самое важное ну да ну как раз вот когда когда ты идешь преподавать в колледж или в школу вот это и называется что ты идешь на уступки собственную собственной честью не знаю не уступки это называется идешь на компромат на ком на компромисс компромисс это конечно зверски но это было весело ну ты наверное видел короткое видео я сбрасывал о том как я забирал трудовую книжку из колледжа веселый вот это весело почему ну потому что я как бы увидел что меня в колледже нам не вешают такие потрясающие какие-то истории я почувствовал что там какая-то в подтексте обида ну как я я во первых начали говорить обвинять меня что матерюсь на уроках ну да пусть поставил какой-то студик возле рисунков воду с красной краской за спиной у меня это и она на рисунке ну что мне сказать в таком случае какое слово вот из этого слова и пошла потом я бы дальше я матерюсь вот ватсап я не понял ну как бы каким еще словом сказать ужасно я расстроился как же я расстроился же вода развелась на рисунке студентов ох ребята какие вы все-таки бываете сложные люди вот так ну да но потом пошло значит потом следующий предъява интересное что я пью пиво на паре вместе со студентами вот а траву курю нас на парах ну это вообще ну я ее вообще в принципе не очень люблю сам ну как бы а тут еще и со студентами еще в колледже мне надо было это делать это интересный источник прямо информации такой какой-то богатый вы закончилась третьей предъявой что я оказывается к девочкам еще и лезу то есть я из при том что я живу как бы ни один и тут я приезжаю в колледже еще и и девочкам заигрываю ну вот так так что я понял хорошо ребят я такое прихожу за трудовой книжкой они не говорят давай-то она у нас еще месяц положить это не писанному уроку проходит забирает ну и прихожу через месяц думаю ну хрена я взял халатик детский решена дел и чашечку в фейсбуке написал запрос и нашлась прекрасная женщина с интернет-изданием это официальное издание вот прекрасная наталья катеринка и она с микрофоном который мне сюда повесила и вот с камеры прекрасной мы зашли под видом того что мы к кому-то там идем переоделись быстренько я чик в темном коридоре и это было прекрасно добра дня а дальше даже ситуации ну скажите 222 я просто и чего я тут цивила вас я дома мне 222 кабинет будь ласка добро дня вибачьте ничего я просто себя как дома и чего я тут у вас тому дозвольте я возьму свою трудовую книжку ну будь ласка ось тут розпишите все это за отримание вашей трудовой книжки и тут так да и тут можно еще смайличек таки намалюю красивый а супер я иду одягаться ага дякую все нормально все добре все добре все добре о добрый день студенты мои просто они они так меня рады были весь вот ну и как бы если была какая-то неприятная обеда где-то там внутри на но сразу так как коровы языком и все класс так закрыл отлично объясни пожалуйста концепцию цифровой живописи основывается моя идея на философии жанна бодрияра который проповедовал так называемый симулякры это слово которое он наверное он его создал он ставит реальность под большой большой вопрос буквально вот в той книге которую я читаю совершенное преступление или заговор с искусством заговор искусства и в этой книге он все время почти об этом говорит вот так или иначе там много тест которые я выписываю которые много раз перечитываю вдумываюсь и он конечно был бы в шоке чуть-чуть от того что увидел бы сегодня то есть настолько все переходит в онлайн вот один мальчик вчера я общался с одним мальчиком 10 11 11 летним который был у друга на день рождения они было очень классно очень классно они были в виртуальной комнате ну то есть что они делали они пришли они надели очки и так путешествовали там по всему ну то есть они на самом деле сидели там ну как бы понятно это я бы тоже так делал наверное в этих очках но вот этот философ о котором я говорю был бы он увидел бы это он бы он бы просто там упал бы на колени расплакался и сказал бы боже я даже не представлял что это может так далеко зайти понимаешь вот и что ну все вот это вот отношение в онлайн переходит в большом не у всех слава богу в большом к большом проценте до нас вся эта работа работой уже вообще на огромный процент перешла в онлайн все это прекрасно но как в соус парке была серия о том что интернет закончился вот закончился интернет и что с миром что с ним будет мира результате там в конце серии мальчик просто пришел к этому огромному интернету это такая огромная огромный роутер такой стоит здоровенный к нему приехала там куча там и национальная гвардия уже готовились стрелять и уже все и президент пришел начали просить этот интернет вот но и потом приехал мальчик который знал в чем дело и он просто включил в розетку рутер вот смотрите мигающая желтая лампочка загорелась зеленым ему удалось в один прекрасный день он может исчезнуть навсегда я считаю да кстати соус парк очень гениальный мультик он просто а в чем был вопрос сам концепция а да так вот я решил пойти этим путем я решил взять пиксель и перенести его на холст и чтобы ну если мы говорим вот так конкретно об этой работе то я показал контраст за счет гипер гиперреалистичности этой пчелы и ну как макросъемка да и вот этого псевдореалистичности всего остального мира как ну это конечно только начало серии было конечно жалко немножко но есть как есть что идея они летают в воздухе и сейчас я в интернете встречаю что люди работаются с подобной темой многие вот и поэтому конечно я не останавливаюсь я иду дальше на новые серии новое новое еще новые новые принципы работы новые методы выражения так случилось что во львове я писал этюд и меня случайно сфотографировали и ты попал на открытку я попал на открытку офигенно описал я этот этюд на рождественскую тему я стоял весной нужно было сделать новогодний этюд и я видел темные дома и светлое небо нужно было сделать светлое небо и темные дома нет подожди наоборот нужно было сделать темное небо и светлые дома вот О, да, точно. Это я для диплома писал этот этюд. Я помню, у меня даже диплом был на такую тему. И потом тебя на шее идентифицировали, да? А потом мой друг подарил мне его на дне рождения. Это открытка. Прикольно. Важен ли для тебя материализм? Материализм? Вот, например, смотри, я вкратце поясню. Допустим, большинство людей, они озадачены тем, что, например, хотят купить квартиру. Ну, условно, да? Купить квартиру, работать на трех работах, вот это все. Скажем так, я был немножко тоже заражен похожей идеей раньше. Ну, как приблизительно. Я думаю, ментальность, вот эта общая наша биосфера, она влияет. И мы поддаемся каким-то тенденциям. То, что всем ценности, которые привелируют у всех, они как бы тебя заражают, хочешь ты или не хочешь. Вот, но, скажем так, после там пяти лет жизни в другой стране, в другой среде, в другом обществе, среди другой ментальности людей, плюс у меня как бы свои были еще, знаешь, вот эти, ну, своеобразные процессы в голове. Когда я сюда вернулся, увидел все вот это вот, скажем так, ну, не лучшее, что после Китая, ну, очень тяжело возвращаться в такую страну, которая деградирует. Да? Да. У меня, я понял, что если бы я потратил, например, как люди там 10 лет или там влез в ипотеку там на 30 лет, просто чтобы купить, условно говоря, квартиру, да, вот в Киеве, это мечта просто всех гавриков, ну, гаврики, я так называю, людей неглубоких, поверхностных, ну, это немножко грустно, когда ты просто 10 лет своей жизни тратишь на какую-то херню. И вот это я называю материализм. И мне вот интересно, ты как человек искусства, да, понятно, что все мы нуждаемся в деньгах, в заработке и так далее, физический мир просто требует эти моменты реализовывать. Но, тем не менее, как бы интересно твое мнение для тебя, это важно или нет? Ну, значит, тут скажу сразу, у меня много возникло ответов, потому что, во-первых, да, рождаемся мы чистым листом. И от воздействия наших близких и нашего окружения мы никуда не можем деться в какой-то период нашей жизни, никуда мы не можем деться. Ну, с этим невозможно спорить, потому что, допустим, там лет до 5-8-10, там, каждый, ну, 100% живет в каком-то окружении своих близких. Вот, я, ну, в основном так. И поэтому, естественно, эти навязываются обществом, эти идеалы этим людям, а эти люди, естественно, транслируют на тебя эти идеалы. И для того, чтобы альтернативно воспринимать возможность жить по-другому, тебе нужен какой-то толчок. Вырваться. Тебе нужен толчок, тебе нужен человек какой-то специальный, который тебе об этом скажет. И даже более конкретно я могу ответить, потому что вся эта, слава богу, я никакой ипотеки не брал. Ничего не брал, нет, но вот пару лет до карантина я очень сдерживал себя в путешествиях. В отличие от того, что было раньше. Именно по той причине, что я ту самую пресловутую квартиру хотел купить. Потом начался карантин, и все такие, как я, подумали, «Эх, как сейчас упадут в цене!» А они так... И в три раза поднялись. Ну, я все время смотрю, и я вижу, что квартиры сейчас поднялись в три раза в цене. И поэтому сейчас я понимаю, что вот те мои непутешественные 2-3 года, которые я мог бы чего-то набрать, я зря так поступал. Вот это я скажу тебе. Но мы же куда, мы без этого можем, все-таки нам действительно нужна квартира, там допустим где-то жить, правильно? Как бы с одной стороны да, но не совсем, ты понимаешь, тут еще есть момент, я озвучу вкратце. Если это жилье, допустим, тебе вот так вот прилетело по наследству или еще как-то, но если ты, грубо говоря, 10 лет гробишь своей жизни или 20 лет зарабатываешь, ты во всем себе отказываешь в путешествиях. А потом ты раз, ну условно, на второй день просто купил, ты там заболел и умер. И умер. И в чем, ну какой резон? А ты мог бы эти 20 лет просто наслаждаться, развиваться, где-то ездить, что-то делать. И заработать, кстати, в этих путешествиях на ту же самую квартиру. Ну в принципе да. Ну почему нет? Ну бывают разные случаи. Нет, я не спорю. Ну я почему так говорю, я однажды на корабле работал 4 дня, я рисовал портреты. Я заработал там на одном портрете до хрена денег, потому что человеку он очень понравился. Портрет, который я сделал за 5 минут, я не ожидал. Ну как бы, и ты никогда не ожидаешь. В той же самой Бельгии, что я только что рассказывал, мы приехали, мы просто пили, мы бухали вино с каучсорферами, у которых мы остановились бесплатно. И они нас вином угощали, мы пили вино. И я показал свои картинки на бумажках, распечатанные фотки. Чувак говорит, блин, я ее хочу. Он купил ее за 1000 долларов через 3 месяца после этого. Прикольно. На эту картину. И как бы ты никогда не знаешь, а вдруг где-то тебе упадет такая сумма, что ты в новом каком-то знакомстве, в новой какой-то работе. У меня возник, походу, еще вопрос. Что означает 412? Это интересный вопрос. Но он означает номер моей мастерской. Ну как бы больше ничего. А почему ты его именно выделил в черном квадрате? Потому что действительно он номер моей мастерской. Вот и, пожалуй, самая главная причина выбора этого номера у меня была та, что мне ее предложили арендовать. И как бы она весьма комфортная для меня оказалась и по размеру, и по оформлению. Как бы в том смысле, что тут уже предыдущий художник был, и он уже поработал как-то над благоустроением. Я так понимаю, пол стены тут, наверное, тоже было голубые какие-то. Сына вон там просвечивается, советский голубой какой-то. И это прекрасно, я считаю. Хоть это искусственная комната, потому что этот кабинет является частью этой большой аудитории. И когда у меня здесь от перенапряжения вырубило свет, то мне надо было вызванивать ту художницу, которая сюда ходит раз в месяц, чтобы она пришла и включила себе автомат. И электрик тогда переложил провод отдельно на мою розетку. Короче, такие дела. Понятно. Но выглядит вот эта прикольная штука. Что? Ну да. Как целый арт-объект, можно сказать. Ну может быть, да. С пиксельным таким потеском. Оно же тоже имеет отсылку к моим работам, естественно. Потому что на самом деле пиксели в данном случае в результате увеличения огромного цифр с телефона. Вот и все. Какие планы на ближайшее будущее? Ну, на ближайшее будущее никто из нас не может строить планы. Потому что... Ну понятно почему. Потому что понятно, да. Но тем не менее, может какие-то задумки у тебя все-таки витают в биосфере твоей. Ну, я очень люблю выставляться за границей где-нибудь в Европе. Когда я был еще, когда я был, можно сказать, приверженцем классических традиционных ценностей живописи, таких как академизм, то я с выставкой именно в этом стиле ездил в Париж и в Штаты. Вот у меня были выставки такие. В Париже у меня было аж четыре выставки. Ну, это было классно. Ну, конечно, первая тогда была абсолютно беззаработка. Это было налаживание контактов. Ну, потом, потом оно пошло, пошло. И последняя была выставка суперкрутая. Это была выставка, посвященная Майдану, нашим событиям на Майдане. Это была моя серия, которую я написал об этом. И выставлялась в другом зале, музей Гончара, который теперь музей Майдана, выставлял свою коллекцию артефактов. И это была крутейшая выставка на высочайшем уровне. Там и политики французские были. И происходило это в маршал-центре части посольства Америки в Париже. Это было очень круто. И теперь вся эта коллекция этих работ находится в музее Майдана. Они у меня ее купили. Поэтому, опять я ухожу в долгие россказни, поэтому я очень люблю делать выставки за границей. В Праге тоже у меня была выставка. Вот это все. Я бы очень хотел это продолжать. Но аккординг, вот эта вот вся штука, мы не знаем, что нам ждать. Ну, я чувствую, что мне очень комфортно работать здесь, вот в этой берлоге. Нужно развиваться. Безусловно, нужно развиваться. И я планировал ехать куда-нибудь дальше. Я очень любил обычно брать просто этюдник и холсты, валить куда-то далеко, искать что-то. Ну, вот как-то мы с девушкой сделали путешествие на пять недель по Европе от Брюсселя до самого края Португалии. Вот. Это было пять стран, пять недель. По каучсорфингу, автостопом. Ну, в основном автостопом, конечно, и поезда, и автобусы иногда. В Испании автостоп перестал работать. Испания, Португалия, мы ездили уже на транспорт. И в таких поездках я тоже ищу по дороге, я ищу какие-то связи с галеристами, связи с людьми, которые могут интересоваться искусством. И обычно есть какой-то успех от этого, если не связи, то какая-то продажа случится. Вот у меня случилась в той поездке продажа, которая окупила всю поездку одна картина. А почему в Испании автостоп? А я не знаю почему, они какие-то более дикие, в отличие от французов и бельгийцев. Вот ощущение такое, чем ниже мы спускались к Африке, тем более дикие люди. Ну, серьезно, не хочу обидеть испанцев опять же. Может быть, мы попали просто в такой день какой-то зверский. Это была то ли пятница, то ли суббота. И в этот день перед выходными оказалось, что все французы при кордоне, все валят в Испанию, потому что там дешевле отдых на море и так далее на выходные. И поэтому 7 часов мы стояли при температуре плюс 45 градусов на заправке. Это было очень зверски. А потом было два таких каких-то интересных знака. Мы нашли нож. Нож. А потом к нам подошла чернокожая женщина и подарила нам мороженое. Вот нож и мороженое. И я подумал, блин, просто так не может быть. Это какой-то знак. И потом я уже такой, блин, думаю, все. И бегаю в умывальник, умываюсь. Такая жара, невозможно жить просто. При влажности плюс 45 градусов ты просто вообще умираешь. И тут еще заправка. И такая мощная развязка машин вокруг. И я думаю, так, так, где ставить палатку? Где ставить палатку? И тут немец потрясающе останавливается. И мы едем. Блин, круто. Поэтому я считаю, что... Я даже не считаю. Я это знаю по опыту. У меня были еще истории. Ну, я не буду говорить долго. Но, короче, можно сказать, что только движения, путешествия, они как бы налаживают связи, налаживают... Сидя дома на одном месте, в одном городе, ты, ну, далеко не сложно наладить контакты. Может быть, через интернет, но это все равно не то. Если есть личный контакт какой-то с человеком, это совершенно другое дело. И это важно. Напоследок, твои пожелания нашим зрителям и твоим, возможно, фанатам, если они будут смотреть это видео. Что бы ты пожелал? Какое-то напутствие. Можно в двух словах, можно длинный, как хочешь. Ну, что я бы пожелал? Да мне сложно... В это сложное время. Мне сложно кому-то что-то желать в любое время, потому что у каждого свой путь. И на самом деле кому-то что-то желать, это навязывать как бы свои желания кому-то. Мне не хочется этого делать. Нет, хороший ответ, достойный ответ. И, кстати, очень мудрый. Мудрость преобладает в твоих словах. Ну, потому что на самом деле, ну, кто мы? На самом деле, перед лицом нашей неминуемой смерти, как бы, и я, и вы, и тот вот жучок, который там где-то ползет, тараканчик по коридору, мы равны абсолютно. Дорогие друзья, спасибо большое, что досмотрели видео до конца. Если понравилось, обязательно ставьте лайки. Если вам понравилось общение с нашим гостем, ссылки на его работы, на его аккаунты будут под этим видео. Всем спасибо, всем хорошего настроения, удачного вечера, и смотрите следующее видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok